Так, я фотограф Андрей Кудряцев. Фотографией профессионально занимаюсь с 1979 года. Так, три моих основных любимых вещи — это фотографировать, обрабатывать фотографии и публиковать фотографии. Помню как-то в библиотеке в детстве я нашел рассказ про древнего мальчика, там, 10 тысяч лет назад, как он там сохранил огонь. И вот помню, тогда мне это так понравилось, эта книжечка, ну, как маленькая детская. И вот, скорее всего, после той книги у меня появилась любовь к чтению. Сейчас практически нет времени читать, потому что фотография, цифровая фотография требует обработки, бывает и 2-3 часа снимаешь, потом 6-8 часов сидишь за компьютером. Поэтому, к сожалению, последних лет, наверное, 7-8 ничего не читал. Я иногда читаю, когда в поездки в командировки езжу. Я люблю бумажные книги, исключительно бумажные, потому что тактильные ощущения, я их очень ценю. Вся моя как бы молодость и детство и молодость прошли в советское время, и тогда трудно было быть каким-то узконаправленным специалистом чтения, потому что книги было очень трудно доставать. Поэтому, соответственно, я читал все, что доставал. Сдавал в школе макулатуру, у нас был книжный магазин, я рос в селе, а в советское время была такая равномерная система распределения благ. И, допустим, в городской книжный магазин столько же поступало книжек, сколько и в сельский книжный магазин. Я покупал, у меня были «Три мышки тёра», то есть самые такие известные книги у меня были куплены, потому что они у нас в магазине появлялись, и за ними не выстраивались очереди. «Граф Монте-Кристо», то есть вся классика. Читал я взахлёб, читал очень много, всю войну и мир прочитал, кроме последней четверти, последнего тома, где идет философия. Очень много брал книг у соседей. Допустим, у меня были соседи, у них «Фенемер Купер», шесть томов, вот такие толстые шеститомник из жизни индейцев. Я их все перечитал. Моя одна из самых любимых книг – это Габриэль Гарсио Марки «Сто лет одиночества». Это как раз та самая ситуация, что называется, любовь с первого взгляда. Уже будучи студентом и работая в газете фотокорреспондентом, я подрабатывал тем, что фотографировал свадьбы. И вот девочка с моего потока приглашает меня пофотографировать свадьбу ее брата. Это начало 80-х, праздновали свадьбу в квартирах еще. Были такие традиции. И вот им подарили среди подарков. Получилась так, большая комната, там длинный стол, народ сидит там. Я что-то устал фотографировать, вышел в комнатку, отдельную небольшую, там стоит диванчик, и на ней лежат подарки. И среди подарков лежит такая большая, толстая, красивая книга Габриэль Гарсио Марки. Мне это тогда ни о чем не говорило. Я открываю в середине этой книги и начинаю читать. Я тут же забываю про свадьбу, про то, что мне надо было фотографировать. То есть это, я говорю, любовь с первых строчек. И я тут же к молодоженам. Говорю, ребята, дайте почитать. Они такие, ну мы сейчас в свадебное путешествие в Ригу едем, мы эту книжку заберем с собой. Вот приедем, тогда дадим. Я такой понимаю, что как бы не светит мне эту книгу почитать. Вот. А фотографии мы раньше отдавали, отпечатанные фотографии и обязательно негативы. Я им привожу отпечатанные фотографии. Они говорят, а где негативы? Я говорю, ну вот вы из Риги приедете, я вам позвоню, вы мне дадите книжечку, а я вам отдам негативы. Я тогда ехал в стройотряд в Германию, мне нужно было ждать вызова в МИД, там на собеседование вызовут, не вызовут. В общежитии никого не было, я был один, у меня не было денег. 36 копеек оставалось денег, я купил 3 литра кваса, и я три дня сидел и лежал в комнате, пил 3 литра кваса и читал эту книгу. Там было «Сто лет единочества» и «Осень патриарха». Я ее за три дня прочитал, это было невероятное состояние. И по жизни я эту книгу очень люблю, я ее перечитывал раза четыре. Я понял так – это одиночество семьи относительно всего мира. Не все взаимоотношения, все было внутри семьи. И в итоге все это закончилось тем, что из семьи осталось два человека, и те замкнулись друг на друге. Для меня вот что там – одиночество. Это все вместе. Тут и слог, и сама событийность, и сама ситуативность, описание героев, фантастические нереальные люди. Я понимаю, что это реальный мир, но все настолько невероятно сплетено, что после этого я просто перечитал все, что я мог найти тогда в Советском Союзе Маркеса. Естественно, потом уже в поздние времена все, что тогда не дочитал, дочитывал потом. Я перечитал все, что издавалось на русском языке Маркеса. Каким образом поступает человеку информация? Через бумажную книгу, через аудиокнигу, через электронную. Мне кажется, это не играет большой роли. Главное, чтобы эта информация поступала. Главное, чтобы человек хотел эту информацию воспринимать. Все-таки у каждого человека свои какие-то резонансы души. Вот они либо совпадают с душой автора, либо не совпадают. Поэтому ее читать я, конечно, рекомендую всем. А вот кому она западет в душу, а кому нет – это уже… Это уже кто как воспитан, кто как вырос. То есть много от чего зависит, мне так кажется. Чтение для меня – это было, конечно, удовольствие. Это была такая своеобразная релаксация. Даже приходишь с института, на нервах, что-то там, что-то контрольную не сдал, там что-то. Открыл книжечку, начал читать и все, весь мир ушел. Ты полностью погрузился в тот мир, который создал для тебя автор. Конечно, это было удовольствие. Ух!